На днях, что происходит со 2 мая в Ереване, полностью я вспоминаю 4 года назад, 18-й год, тот же Ереван. Опаснее, кто этот парень, который кричал, или Сандыков, который засиживается уже второй созыв в парламенте и просто никак не представляет их интересов. Армения уже, конечно, находилась в зоне турбулентности, но уже не первый раз доказывала, что далеко от России бежать не может и, в принципе, не хочет. Поэтому это максимум, что может Запад или США сделать в Армении, ну вот как-то провести красивенький проплаченный митинг с какими-то там идиотскими лозунгами. Мы не против, если они хотят потратиться на Армению, пусть тратятся, но Армения никогда, надеюсь, и более чем уверена, не будет антироссийской. Смотря, сама очень долгое время говорила, что без пяти Украина, без пяти Грузия, население в Карабахе, армяне в Арцахе, они намного пророссийские, чем те, которые в Армении. То есть этот регион, он, в принципе, всегда был пророссийским, там каждый второй, каждый первый прекрасно ответит на русском языке. И даже если провести там референдум, то все согласятся присоединиться в большей степени к России, чем к Армении. Ну, про третий вариант вообще не хочу говорить, и мы исключаем этот вариант. Добрый день, в эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях политолог из Москвы Марьям Ховсепян. Добрый день, Марьям. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Мы с вами делали интервью онлайн, сейчас есть возможность поговорить вот так, напрямую. Здравствуйте, Заруи, спасибо за приглашение. Всегда приятно находиться у вас и в студии, и проводить дискуссии онлайн. Взаимно. Марьям, вы уже около месяца находитесь в Армении, застали такой активный внутриполитический период. У нас такая вот весна активная выдалась. Как вы видите эти процессы? Что сейчас происходит? Да, я прилетела 8 апреля в Ереван и застала сразу 9 апреля митинг, о котором, я думаю, мы еще сегодня поговорим. А что касается внутриполитической ситуации, на днях, что происходит со 2 мая в Ереване, полностью я вспоминаю 4 года назад, 18-й год, тот же Ереван. К моему, так скажем, счастью или к сожалению, я в это время тоже была в Ереване и находилась на улицах и видела, что происходит. Аналогичная ситуация однозначно, и просто поменялись люди и роли. Вот, пока что так могу сказать. Вот, как раз затронули тему того, что вы попали на антироссийский митинг в Армении. При этом тут проходили также много пророссийских всяких акций, в которых вы тоже принимали участие. Как получилось, что вот в обществе есть такие две противоположные точки зрения, и что вот наряду с пророссийскими есть также и другая какая-то позиция? Я бы хотела отметить, что, к сожалению, физически не смогла присутствовать на тех шествиях, которые проводились также вами в поддержку России, в поддержку спецопераций России на Донбассе. Но мы держали кулаки и поддерживали онлайн из Москвы. И, к моему большому сожалению, я 9 апреля присутствовала, тогда, скажем, попала на митинг антироссийский, где было довольно большое количество людей, о котором я даже представить не могла. И получилось так, что в 2014 году у нас проводился специальный форум «Юбилейный Селигер», в рамках которого проводился форум «Поколение знаний». Туда собрались все магистры и аспиранты Российской Федерации. Там тоже мне посчастливилось присутствовать. И к нам на встречу приехал Владимир Владимирович. И у нас у всех были толстовки, майки и много чего с символикой «Зет», но тогда оно означало «Поколение знаний». Форум назывался, спецвыпуск такой форум назывался «Поколение знаний». Я вспомнила про это, вытащила из архива свои, так скажем, достижения и просто ходила и в Москве в нем, и когда прилетела в Ереван на первые пару дней, тоже в нем была. И получилось так, что с этой майкой «Зет» я прошлась по этому митингу. И получилось так, что сначала, поскольку у меня волосы длинные, не заметили, что у меня на майке написано «Зет» на толстовке. И я как-то сидела и просто слушала, о чем говорят организаторы. И до какого-то момента, когда они говорили, что этих украинцев, которых мы выдаем за русских, надо позвать на сцену. И тут у меня сработало, я уже забыла, что я нахожусь не там, не надо кричать вслух. Я начала говорить, как, это украинцы, да? Взяла телефон и пошла снимать с этих украинцев, которые стояли с плакатами из серии «Мы не выбирали Путина» или же там якобы они переехавшие русские, прилетели там из России. И вот у них такая вот смелость большая, они выходят на улицу Еревана. Я задавала совершенно примитивные вопросы. И, во-первых, поскольку я уже от организаторов услышала, что это украинцы, а не русские, я пошла спрашивать, ребята, а вы откуда, каким рейсом прилетели, из какого города, где вы там жили. И ответы на эти же вопросы, естественно, я не получила. И также я спрашивала, а смысл вообще митинговать или воевать против Путина, против России или против власти России на улицах Еревана. Вы не понимаете, что вы здесь находитесь, так, мягко говоря, в гостях. Вы должны просто уважать законы Армении и считаться с внешним политическим вектором Армении и понимать, что Россия для Армении гарант безопасности, союзник и многого чего. Вместо того, чтобы мне ответить на эти вопросы, началась какая-то истерика, паника со стороны организаторов. Начали ко мне там какие-то женщины лезть, выгонять меня оттуда, говориться, что ты тут делаешь, там, уйди. Вот ребят, которых они, скорее всего, оплатили, и они стояли вот эти украинцы. Но я их тоже понимаю. Ереван, наверное, работу найти-то тоже нелегко, жить на что-то и где-то надо. Поэтому, видимо, они подписались под это и пришли. И организаторы их заставляли со мной не разговаривать. У меня на видео даже запечатлено все это, как им говорят, отвернитесь от нее. Это провокация. Не разговаривайте с ней, не отвечайте ей на вопросы. И когда я задаю эти вопросы и требую, чтобы мне ответили, парень говорит мне, что... А давайте без камеры. Я вам отвечу без камеры. То есть уже понятно, что произошло. И в итоге получилось так, что начали на меня какие-то давления. В целом, я до этого уже попросила полиции быть более внимательной, понимая, что может произойти. Меня толкнули. И в итоге, кто меня толкнул или собирался на меня напасть, что я не заметила, но был такой мужчина среднего возраста, захваченный со стороны полиции, отвезли в полицию. И меня в том числе, исходя из безопасности, чтобы я не оставалась там, в тот момент это было не совсем безопасно для меня. Но я потом через минут 15 обратно вернулась. И шествие уже, помню, продолжалось в сторону посольства России. Мы когда-то уже дошли до посольства России, у меня был большой шок, потому что такое количество людей... Я не говорю, что это много для Армении, но и то достаточно. То есть, по мне, антироссийских в Армении должно было быть, ну, не больше, около 100 человек. А там было бы намного больше, чем 100. И то, что происходило напротив посольства, какие-то лозунги. И был даже парень, который я уже ходила в сопровождении с полицией, ну, чтобы было более безопасно для меня. И ко мне даже приставали организаторы, видя, что я там в окружении полиции, все-таки ко мне приставали, там, хотели там у меня что-то спросить, что-то мне сказать. И, кстати, был парень, который даже в лицо и на камеру кричит в граммофон «Смерть русским». То есть, это уже призыв... Армянин. Призыв, так скажем, к уголовной ответственности для этого парня. И что мы до сих пор не видим. Да, я вот все не могу найти время, но я думаю, я на днях это сделаю. И мне просто интересно, чем занимается депутат Национального собрания Республики Армяни, который засиживается второй этап со своим мандатом депутата от, так скажем, русской общины Сандыков. В том случае, как-то он не представляет интересы даже русских, которые живут в Армении. И даже вот уже прошло больше трех недель, мы не видим никаких действий с его стороны в связи с тем, что был призыв именно к смерти, именно к русским. Я не говорю тут про политику, тут нет политики, тут нет вообще ни о чем. Не про спецоперацию, да, вот там сидит человек себе там на месте, ну, хорошо, окей. А не обидно, да, вот мне, как армянке, которая живет в России и является там пророссийским человеком, была обидно, а Сандыкову, мне так интересно, ему не обидно, что на улицах Еревана в лицо армянки, но в целом публично кричат в граммофон, с граммофоном навряд ли там очередной какой-то участник ходит. Естественно, это уже организатор. Кричат «Смерть русским». Мне очень интересно, что он насчет этого думает, какие шаги он предпринял или не предпринял. Я даже задам такой вопрос. Для нас, так же, как там пророссийских людей, для тех, кто проживает в России, в целом для России, для российской политики, просто для русских опаснее кто? Этот парень, который кричал, или Сандыков, который засиживается уже второй созыв в парламенте и просто никак не представляет их интересы. Мне кажется, многие со мной согласятся, что второй персонаж намного опаснее, потому что именно сейчас, когда надо чем-то доказывать или чем-то поддерживать, мы видим только нож в спину, либо какое-то молчание со стороны многих людей, также некоторых, так скажем, в кавычках пророссийских людей, армян, которые проживают в Армении. Но за этот период мы видели, что мало кто занимался тем, о чем ранее говорил. Много кто пишет посты, но мало кто занимается делом. Вот такие антироссийские настроения, которые вы тут застали, это, на ваш взгляд, результат чего? Какой-то пассивной работы России в плане распространения мягкой силы или, наоборот, активная позиция Запада в насаждении таких антироссийских настроений в Армении? Я думаю, что и то, и другое, потому что, с одной стороны, мы видим максимальную работу. На том митинге, на котором я была, было проплачено абсолютно все. И там чувствовалось, что без такой крутой поддержки такого митинга бы не провести. и количество флагов, которые там присутствовали, и флаг Украины, и флаг США, и флаг Европейского Союза, флаг Грузии, еще пару флагов, которых я уже не помню, но очень много чего. Это говорит о том, что все эти посольства были подключены туда. То есть я даже в тот момент сразу прокомментировала одному русскому изданию и сказала, что это максимум, что могли сделать эти силы в Ереване. Ну вот максимум, что они могли, да, там, не знаю, проплатить, организовать, так как-то красиво, укомплектованно провести людей, нашествия и все. Ничего более они не могут сделать. Армения уже там, конечно, находилась в зоне, так скажем, турбулентности, но уже не первый раз доказывала, что далеко от России бежать не может и, в принципе, не хочет. Поэтому это максимум, что может Запад или США сделать в Армении. Ну вот как-то провести красивенький, проплаченный митинг с какими-то там идиотскими лозунгами. Марьяма, а вот в диаспоре армянская община в России, как она вообще видит все эти процессы, которые происходят внутри политической жизни Армении и вообще вот эти вот какие-то акции в поддержку России против, как-то вообще там реагируют на это? Ну, у нас диаспора именно в этот период очень сплоченная. Они проявляют свою поддержку России, спецоперации в сторону России. Я не скажу, что там абсолютно все, есть какой-то там 2% людей, которые находятся в России, зарабатывают, но какие-то там больны на голову, да, я их просто так могу охарактеризовать. Но в основном в этот период есть сплочения. Но если говорить именно в пользу диаспоры для Армении, или там как диаспора, раньше она всегда была более сильна, чем сейчас, я сейчас не могу похвалить нашу диаспору в России или в Москве, потому что пока ситуация в Армении такая нестабильна, ненормализована, то прямое отношение имеет диаспора именно к происходящим в Армении. То есть пока здесь какие-то непонятные ситуации, какие-то перемены, там это все тоже отражается. Но и слава богу, что за последние пару лет у нас меньше проблем, чем было там в 20-м году, вы знаете, события Абрикосовой войны. Была попытка еще в ноябре 21-го года повторить эту же войну, но мы его вовремя остановили. Но сейчас вот более-менее как-то стабильно, без каких-то опасностей, так скажем, для представителей армянской общины, диаспоры в России. Но одновременно продолжается хаос в диаспоре, который и был за последние несколько лет. И мы очень надеемся, что все-таки когда-то это все закончится, как в Армении, так и в диаспоре и в России. То есть процессы в Армении также влияют на ситуацию, обстановку в диаспоре. Я не знаю, как в других странах, я там, к сожалению, не жила. Или к счастью. Ну, да. К счастью или к сожалению, я там не живу. Живу в России. Но российская диаспора, она очень так взаимосвязана с Арменией. Это в зависимости от того, что близко находимся, часто сюда прилетаем и полностью там несем, отражаем всю политическую ситуацию. И в том числе и в каком-то смысле являемся носителями армянских интересов в России. И также, наоборот, носителями российских интересов в Армении. Я думаю, с этим многие из представителей армянской общины в России проживающих со мной согласятся. Но говоря о том, почему там так взаимосвязано, в основном, я думаю, из-за того, что географически мы находимся близко. И также там есть сторонники всех этих политических сил, как и в Армении. И не дай бог, если что, там тоже может произойти столкновение, смотря Россия, это не та страна, где можно или нужно проводить митинги. Поэтому какие-то акции в поддержку России, в том числе со стороны армянской общины, не проводятся. Но зато проводятся массовые сборы гуманитарной помощи для Донбасса. То есть, как было во время 44-дневной войны в Карабахе, максимум всячески пытаемся быть полезным, но в рамках Конституции Российской Федерации, что запрещает массовые митинги проводить. И еще вот такой вопрос в связи с какими-то антироссийскими настроениями в Армении. На ваш взгляд, вот эта вся турбулентная ситуация может вылиться в то, что Армения тоже как-то отвернется от России, какой-то такой внешнеполитический курс. Или вне зависимости от того, какой будет результат, то в любом случае Армения будет держать вот эту вот связь с Россией, пророссийскую. Я думаю, если бы была какая-то возможность, это было бы уже сделано в 2018 году. Ни для кого не секрет, что власти, которые сейчас руководят страной, приходили во власть еще в 2014 году, в 2017, в 2016 были довольно непророссийские люди, и они приходили во власть, так скажем, с другими планами. Но в итоге поняли, что это Кавказ, где и, так скажем, влияние России на полсоветских странах, тем более на Армению и на Кавказ, довольно сильная. И даже они уже смирились с тем, что Армения не может далеко уйти от России, и, в принципе, не надо. Поэтому я думаю, что расслабляться не стоит. Зона турбулентности какая-то прошла, но, может быть, всегда спровоцирована, особенно когда какие-то организации, как USIDI, прекрасно работают в Армении, спонсируются, там сами спонсируют какие-то силовые структуры, вы, я думаю, понимаете о чем я. И Запад тоже неплохо работает. То есть маневры и манипуляции могут быть, но результат будет нулевой, просто нулевой. Поэтому мы не против. Если они хотят потратиться на Армению, пусть тратятся. Но Армения никогда, надеюсь, и более чем уверена, не будет антироссийской. Смотря, сама очень долгое время говорила, что без пяти Украина, без пяти Грузия. Но с 2020 года я уже не чувствую такой опасности. Мария, вы недавно были в Карабахе, и вам вручили медаль благодарности за ту деятельность, которую вы провели в поддержку Карабаха, Арцаха. Как вообще там ситуация в Арцахе, и как вы видите ситуацию, которая развивается вокруг Арцаха? Я тут хотела начать с того, что корнями я карабахская. То есть мой дедушка, мой отец карабахский. Я уже там, к сожалению, не выросла, не родилась, но я себя считаю полной карабахской армянкой. Поэтому я всегда болею за этот вопрос. Я всегда занимаюсь этим вопросом. Да, недавно я была, так скажем, поощрена данной медалью, за что спасибо большое всем, кто видит мою деятельность. Мы продолжаем работать в этом направлении. И я могу сказать, что как я, так и мои коллеги, которые из России прилетают со мной, бывают в Карабахе, они говорят, что население в Карабахе, армяне в Арцахе, они намного пророссийские, чем те, которые в Армении. То есть этот регион, он, в принципе, всегда был пророссийским. Там каждый второй, каждый первый прекрасно ответит на русском языке. И даже если провести там референдум, то все согласятся присоединиться в большей степени к России, чем к Армении. Ну, про третий вариант, вообще не хочу говорить, и мы исключаем этот вариант. И поэтому, кстати, я там застала опять-таки ситуацию, когда рано утром, если вы помните, у деда и баба была написана буква «З». И это приписывали вам. Да, и, к счастью, это приписали ко мне. Я как человек справедливый могу сказать, что я не имею к этому отношения, к этой прекрасной инициативе. Но поддерживаю людей, которые это провели. Ну, если кому-то надо это приписать на меня, без проблем. Хорошо, я и так сторонник и носителя «З» в данной истории. Но это говорит о том, что это было организовано местными силами. Я не знаю, кто это сделал, но это было сделано местными людьми. И просто совпало так, что я в это время находилась там и увидела, сфотографировала и даже пообщалась с людьми, которые тоже рядом проходили, какие у них, так скажем, впечатления были. Критика была, но очень, так, очень там буквально два-три человека покритиковали. Все остальные были, скажем, даже в восторге, были рады. И даже, когда мы ехали по Степанакерту, я помню, много где-то там на своих собственных домах люди тоже писали букву «З» и «В» и «З». то есть там каждый второй и каждый первый может высказать свою позицию, и они всегда высказывают в поддержку России. И в данный момент, я думаю, мы должны стараться делать все, чтобы миротворцы продолжали там находиться и обеспечивали безопасность наших граждан, находящихся там. И также, как, например, в Крыму, так и в Карабахе, так и в других регионах, например, как, я надеюсь, в ближайшем времени проведется референдум и в Донецке, и в Луганске будут присоединены к России. Мы также надеемся, что в ближайшем будущем когда-то тоже будем радоваться присоединению Арцаха к России. Вы не первый человек, который говорит уже о решении проблемы Карабаха в рамках присоединения к России. То есть есть реальная возможность провести референдум, присоединиться к России. А такая повестка обсуждается в Арцахе или это пока что-то новое? Я скажу, что это такое доброе желание. В каком-то смысле моя даже мечта. И мечта, уверена, каждого карабахца, который живет сейчас там и находится. Потому что второй сценарий мы просто исключаем. И это единственная возможность продолжать жить там именно армянам. Потому что регион населенный армянами. Чтобы безопасно они продолжали там жить, это единственный вариант. Конечно, пока что в силе договор миротворческого контингента, который там находится. Но мы должны быть готовы на развитие любого сценария. И в данном случае, может быть, для многих армян, которые... Ну, я уважаю мнение, когда говорят, что Арцах — это Армения, Арцах — это армянская земля. Никто с этим не спорит, что наши ребята, армянские ребята, легли в этой земле. Никто с этим не спорит. Но учитывая факт, что, может быть, развитие, так скажем, не в ту сторону, и в данном случае мы понимаем, что произойдет просто биологеноцид, и оттуда просто все переедут. И для того, чтобы этого не произошло, несмотря на то, что я пока что трудно себе это представляю, юридически, в принципе, это невозможно, но вхождение Арцаха в состав России — это единственная возможность для того, чтобы там продолжали жить армяне, чтобы регион был населен только армянами. Мария, спасибо вам за интересное интервью. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин